Молодежная комиссия избирательная, выставляете свои кандидатуры на участие в выборах? Нет, конечно. Если они это решат сделать, то они должны будут написать заявление о том, что они выходят из нашей комиссии. Территориально. Что вас лично привело на участие в работе из Молодежной избирательной комиссии? Ну, я училась на первом курсе и никогда не представляла, что это Молодежная комиссия избирательная. Тем более, у нас в городе не слышала, так можно сказать. Ну, я знала, что выборы там, то, что они проводят и так далее, но только это. Здесь, когда я пришла, конечно, первое время вообще, так скажем, не догоняла вообще в этой области, но потом со временем поняла, что это здорово, что это возможность как-то участвовать в работе своего города, то есть тоже поддержку оказывать своему городу, то есть улучшать его, повышать уровень политический и правовой. Себя лично или окружения? Окружения, потому что у нас с этим есть никаких проблем. Позвольте еще один вопрос. Все ли ваши родственники ходят на выборы? Мне без разницы, за кого они голосуют, участвуют, явку обеспечиваете? Почему? В чем проблема, считаете? Расскажите. Ну, наверное, это зависит от того, что у них идет недоверие к тем лицам, которые выставляют свою кандидатуру, потому что у них, может, мало кто что слышал, может, ну, просто, может, они недостаточно, так сказать, смотрят новости и так далее, когда вот они про себя рассказывают, там, различные программы, где беседы ведут, на шоу. Свою личную задачу, как руководителя молодежной избирательной комиссии, видите ли вы в том, чтобы, по крайней мере, достижимый результат увеличения явки, да? То есть, это же работает избирательная комиссия? Вы же работаете не на результат на какого-то конкретного человека. У вас измеряемый результат – это явка. То есть, вот, а что нужно сделать для того, чтобы, ну, ладно, хорошо, чтобы, сейчас, вот, в ближайшее время, молодежный парламент будете избирать, да? У вас борьба, там, за явку будет для того, чтобы оно прошло. То есть, меня больше интересует, завтра вы перейдете в заместители Корни Николаевны Борбачковой. Я так думаю, нам будет приятно с вами будет тоже поработать. Вот, что нужно сделать для того, чтобы явка в ревде стала, там, не 30 процентов? Ну, вот эти все мероприятия, которые сегодня у нас, да, которые будут в последующие месяцы, они все направлены на то, чтобы привлечь и повысить уровень правовой и политической культуры. Так вот, это и есть самое главное, что нам необходимо сделать. Это с помощью различных мероприятий, с помощью, может, каких-то игровых форм, чтобы интересно было. Как повысить интерес. Мне кажется, из вас получился неплохой бы кандидат в депутацию, а не руководитель. Посмотрим в будущем. А сейчас ты на каком курсе? Треть. Наша встреча завершается. Мы благодарны нашим гостям за интереснейшие выступления. Мы очень благодарны вам, что вы пришли. Мы хотели, чтобы вы, слушая выступающих и общаясь с ними, задумались о роли молодежи на выборах, их политике. Получили представление о молодежном парламенте Свердловской области. Поняли, как сложно и интересно решить для себя задачу быть или не быть кандидатом и выиграть выборы. Заключительное слово предоставляется организаторам школы молодого кандидата, членам Ревно-Скороемной молодежной избирательной комиссии. Есть, нет? Да, есть. Нам нужны избиратели молодые, активные, сознательные. Нам нужны депутаты, которые бы встречались со своими избирателями, активно работали с молодежными проблемами и объединяли молодежь. Вступайте в молодежные объединения, которые помогут молодежи действовать эффективно и слаженно. Если вам стал интересен наш проект «Школа молодого кандидата» и если вы хотите участвовать в молодежных выборах, мы вас приглашаем на второе мероприятие, на ролевую игру, которая будет проходить в мае. До новой встречи! Молодцы!